Добрый день, меня зовут Оксана Макейкина, я являюсь директором департамента массового рекрутинга преподавателей в школе Skyeng. Наша компания занимается образованием, скажем так, мы преподаем английский онлайн для всех, кому это нужно. На рынке мы существуем чуть более шести лет, соответственно, пока не собираемся останавливаться. В целом у нас 2700 сотрудников и в офисе у нас всего 250 человек, все остальные работают в удаленном формате. На самом деле у нас нет такой дифференциации по вакансиям, что эти вакансии подходят для удаленных сотрудников, а эти для офисных. Мы размещаем вакансию и смотрим на компетенции человека. Если он нам подходит, мы его берем. Поэтому, если он будет в Москве или в Уфе, в Казани, в Беларуси, в Украине и будет подходить по компетенциям, мы его нанимаем. Если случится так, что он проживает в Москве, то, соответственно, он может посещать офис. Есть такие дни присутствия, частично удаленный формат. Удаленные сотрудники, у нас взаимодействие с ними происходит в основном по скайпу, по слэку, почта, внутренние мессенджеры мы используем, система трекинга задач Jira, Megaplan, соответственно, Bittrex. У нас много систем, потому что компания занимается IT-разработкой, операционный бизнес, маркетинговые задачи решает. Поэтому внутренних сервисов трекинга задач достаточно много. Самое главное, что сотрудник, у него должно быть устойчивое интернет-соединение и, собственно, коммуницируем мы, независимо от того, где проживает сотрудник, в часовом поясе Москвы, с 9 до 6 или с 10 до 7. Ребята, которые работают с нами, отмечают, что в первую очередь это очень здорово, что ты можешь работать в современной компании, проживая в новом регионе, там, России или страны СНГ. Их привлекает стабильность, потому что у нас, все, что у нас отличает от того, что если человек приходил в офис, он работает на удаленке, это то, что у вас есть дома мягко-удобное там кресло, удобное пространство. И в этом отличие, вот только в этом. Во всем остальном ребята ощущают, что они действительно работают в крупной компании. У нас есть именно регламент, у нас все на связи буквально в пяти минутах сообщения друг от друга. И даже если я прихожу в офис, я все равно пишу что-то в слэйке, договариваюсь о каких-то встречах, поэтому здесь разницы они не ощущают. Стабильность, возможность работать в крупной компании, ощущение себя частью большого, крупного проекта и кратный рост. Мы растем каждый год в три раза. Соответственно, компетенции сотрудника, они тоже растут. Вот это тоже внутренний драйв-вид. И быть, знаете, причастным к такому, к чему-то крупному и большому, это тоже хороший стимул, хорошая мотивация. Я еще раз повторю, что на самом деле у нас есть требования к вакансии. И если человек к нам подходит, соответственно, он должен обеспечить стабильное интернет-соединение и своевременно выходить на связь. Ну и еще один очень важный момент. Мы рассказываем ребятам, что мы не фрилансеры, а это именно удаленная работа, чтобы у них не было иллюзии, что я могу там загорать с ноутбуком на пляже и какой-то там левой пяткой, правой ногой что-то делать работать. Нет. Мы действительно даем удаленный формат работы, поэтому обеспечить нужно себе рабочее место, тихий уголок, скажем так, интернет-соединение и подход ответственный, да, суметь себя организовать на работу. Вот это, наверное, основные моменты. У нас, скажем так, и тех, и тех берем. Поскольку у нас ученики разных уровней, есть преподаватели, которых мы берем с рынка, уже готовых, высокоуровневых преподавателей с опытом работы. Есть те преподаватели, которые буквально там заканчивают вуз студенты старших курсов или только закончили без опыта. Мы тоже таких преподавателей приглашаем, потому что внутри у нас отлаженные процессы для обучения таких преподавателей. И плюс наша внутренняя платформа Winbox, она позволяет даже преподавателям без опыта качественно проводить уроки. Да, конечно, на самом деле там 96% это в целом девушки и женщины разного возраста, потому что мужчин в профессии их значительно меньше. Мамы с детьми, они сами уже выбирают формат. Если есть там няня или есть кому присмотреть за ребенком, они могут брать уроки, преподавать, что называется, онлайн. А вот если такой возможности нет, то у нас есть такая вакансия, как асессор. Асессоры прослушивают уроки текущих преподавателей по определенному чип-листу, пишут все байки преподавателям, чтобы они понимали, в чем у них хорошо получается, а где есть зона роста. И вот на асессоров можно, скажем так, привлекать мам, которые работают по ночам или в то время, когда спит ребенка. Что касается моей команды, ребята, которые, они изначально приходят к нам и они имеют, даже если они проживают в Москве, формат частично удаленной работы. Поэтому несколько дней они работают из дома и какие-то дни есть в присутствии в офисе. Поэтому для них такой микс наиболее желательный и у нас не возникает таких вопросов. Да, конечно, как я уже говорила, мы все работаем в режиме Москвы с 9 до 6, либо с 10 до 19. В этот период все должны быть на связи. У нас есть установленные звонки, закрепленные в течение недели. Это индивидуальные встречи с сотрудником или групповые звонки для ведения каких-то проектов. Все сотрудники ведут Google календарь, отмечают, вносят эти встречи. Поэтому, собственно, у них возникает вот это вот ощущение постоянного вовлечения в процесс. Также у нас есть чек-листы, по которым сотрудники ведут какие-то задачи и листы контроля. Мы очень аналитичная компания и многие процессы у нас даже видны на дешбордах. Поэтому, что выполняется хорошо, что выполняется плохо, это сразу отображается на дешбордах. Плюс мы регулярно проводим КСТВ пользователей, регулярно проводим, скажем, такие сеансы по обратной связи. И у нас, знаете, такой целеориентированный подход, неважно, сколько работает сотрудник на самом деле, но если он не приносит результата, даже в офисе он или будет удаленно, это сразу видно. При нашем росте в три раза ребята, которые не нацелены на результат, а просто хотят, скажем так, отсидеться или какую-то фановость получить, они просто отваливаются, такой естественный отбор получается. Что касается дохода, здесь важно понимать, что все зависит от вакансии. Еще раз повторюсь, мы не делим офисный сотрудник или это удаленный сотрудник. Вот какая сейчас есть средняя стоимость на рынке, например, для менеджера по продажам. Если она средняя стоимость на рынке 30-40 тысяч, мы предлагаем то же самое человеку 30-40 тысяч. Если это разработчик, крутой там фулл стек разработчик, там стоимость его от 150 до 200, значит мы также будем предлагать этому человеку. Или дизайнер, например, средняя зарплата дизайнера, там она колебится от 60 до 80 тысяч в зависимости от компетенции. Это средние зарплаты по рынку, и мы всегда это мониторим, и мы стараемся вычислить, что называется, в тренде, не меньше, не больше. У нас есть определенные преференции для определенных вакансий, но они обсуждаются уже индивидуально с руководителями. Не зависит от региона, еще раз повторюсь, вы можете подать свое резюме на вакансию, которая сейчас у нас открыта. Если вы подходите для этой вакансии в первую очередь по компетенциям, по вашим знаниям, умениям и навыкам, мы вас примем, и ваша зарплата не будет меньше, если вы придете, например, с Питера или с Новосибирска. Единственный момент, если ребята в Москве, кто приходит ногами, что называется, в офис, мы можем обсуждать какие-то плюс-минус, потому что там затраты на дорогу, временные какие-то истории. Вот могут быть увеличения только исключительно вот в этой части. Вакансии в открытом поиске можно забивать в Яндексе, просто забить Skyeng, и все наши вакансии могут там выйти. Плюс на HeadHunter мы размещаемся активно. Для преподавателей HeadHunter, WorkView, региональные сайты, в социальных сетях, то также можно вот на наши группы подписаться. Регулярно мы постим наши вакансии. Что касается бонусов, в первую очередь мы даем скидку на изучение английского языка нашим сотрудникам, 50%. Плюс мы заинтересованы в профессиональном развитии сотрудников, поэтому компания где-то полностью оплачивает, где-то 50%, различные там семинары, вебинары, тренинги. Главное из бонусов, это мы уделяем большое внимание, скажем так, еще удаленные сотрудники, нужно сказать следующее. Это имеется как плюс, так и минус. Они сидят дома, и наступает такой момент, когда человек уже даже выходить не хочет. Все можно заказать по интернету, там еда, обслуживание, все, все привезут, все сделают. И вот здесь мы стараемся наших сотрудников немного так вытаскивать различными конкурсами, активностями именно в оффлайне. У нас периодически проходят такие, знаете, коллаборейшены, что называется, по городам. Ребята активизируются, они устраивают такие встречи оффлайновые друг с другом. Я хочу сказать, что проблема на самом деле возникает независимо от того, удаленный сотрудник или в офисе, и вот конкретно сказать, что, не знаю, 80% проблем они попадают именно на удаленных сотрудников, такого нет. Еще раз такой важный момент, что мы уже на рынке 6 лет, и в первые годы, когда выстраивалась команда, вот я с компанией тоже выросла, я пришла, когда было полгода компании, и вот через все эти этапы мы прошли. Поэтому, когда я говорю, что сейчас у нас нет проблем, мы просто научились с ними работать. Мы понимаем, что вот, когда мы организуем встречу с удаленными сотрудниками, нужно обеспечить хороший доступ, там, не знаю, свет, камера, микрофон, чтобы им тоже было комфортно, видно и слышно. Сотруднику удаленному мы понимаем, что ему нужно больше давать информации. Когда ты сидишь в офисе, ты можешь что-то дополнительно там услышать, увидеть, подойти ногами, спросить, задать вопрос. На удаленке, к сожалению, такого не происходит. Поэтому, вот я как руководитель, когда звоню сотруднику, я ему дорисовываю эту картинку словами, да, я ему рассказываю, почему мы это делаем, почему мы эту задачу берем, что важно, что не важно и так далее. Поэтому удаленные сотрудники, они требуют чуть больше внимания, скажем так, да, чем сотрудники в офисе. Потому что в офисе можно зайти и сказать, ребята, и сразу во всех информация пошла. То про удаленщиков нужно помнить, что нужно написать в чат объявление, написать кому-то в личку, вспомнить кого-то позвать, не забыть и так далее. Вот чуть больше организации, скажем так, но я считаю, что это не проблема, а это просто чуть больше внимания удаленным сотрудникам. У нас немного открытых вакансий, скажем так, потому что, повторюсь, мы растем, и у нас постоянно возникают потребности, да, в дизайнерах, в аналитиках, в разработчиках, в продуктах, в операционном сопровождении, в менеджменте, в маркетологах. Если вот кто-то захочет найти вакансию или для себя работу, совершенно точно что-то сможет подобрать. Для меня сейчас, на самом деле, ответ очень простой. Я оцениваю сотрудника по его результатам, и здесь для меня разницы не существует, правда. Потому что мы научились с этим работать, и неважно, человек может 24 часа в офисе просидеть, но его эффективность, она не будет равна той эффективности, которую даст удаленщик. И я верю искренне в то, что нам удалось вот выстроить эффективный формат взаимодействия с удаленщиками, потому что многие приходят, они именно это отмечают, что они не ощущают разницы офиса и дома, да. Вот небольшой есть такой момент, там отсутствие коллеги рядом, которые могут себя толкнуть в бок и там рассказывать какую-то историю, да, и все. А все остальное – это вот такой вот очень настрой на работу, настрой на результат. Поэтому для меня разницы нет в эффективности. Я не делю на офисных и удаленных сотрудников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова